Сегодня я хотел бы вам рассказать о самой мощной добавке для повышения выносливости, которая не только подтвердила свою эффективность в ряде исследований, но и отлично проявила себя в реальной практике среди новичков и опытных спортсменов. И на сегодняшний день эта добавка занимает почетное место в моем личном топе, так как работает просто превосходно. Называется это чудо бета-аланином. Бета-аланин является природной бета-аминокислотой, прием которой ведет к значительному повышению концентрации карнозина в мышцах. По данным исследований, карнозин является важным буфером в мышечной ткани, который препятствует закислению среды во время интенсивных упражнений. А как известно, повышение кислотности – это один из главных факторов мышечного истощения. Также было доказано повышение чувствительности кальциевых каналов под влиянием карнозина, что ведет к дополнительному увеличению сократительной способности мышц. Одно из исследований было проведено на кафедре работоспособности человека и физиологического воспитания – Государственного колледжа Адамса Аламоса, Колорадо, США. Цель исследования – изучить влияние бета-аланина на физическую выносливость и мышечную производительность. В эксперименте приняли участие 22 борца и 15 футболистов из колледжа. Я так понимаю, под словом «футболиста» они имели в виду тот самый американский футбол, где крепкие парни в щитках бегают за мячом по полю и параллельно вколачивают друг друга в землю. Как обычно, одна группа принимала бета-аланин 4 грамма в сутки, а вторая – плацебо. Тесты проводились в челночном беге на 300 ярдов и в висе на перекладине с углом в 90 градусов, то есть в средней точке подтягивания. Через 8 недель группа, принимавшая бета-аланин, показала увеличение результатов в челночном беге на 1,1 секунды. По сравнению с 0,4 секунды – плацебо. А продолжительность виса в группе, принимавшей добавку бета-аланин, увеличилась на 3 секунды по сравнению с 0,39 секунды в группе, принимавшей плацебо. Кроме того, группа борцов, принимавших бета-аланин, набрала сухую массу в среднем объеме 1,1 фунта – примерно 500 граммов. Группа, принимавшая плацебо, напротив, потеряла в сухой массе 0,98 фунта. Возможно, это произошло из-за перетренированности в ходе эксперимента. Тем не менее, мы видим, что первой группе, принимавшей бета-аланин, удалось даже набрать. И это говорит о более высоких восстановительных способностях при приеме этой добавки. У футболистов в весе прибавили обе группы. Но группа, принимавшая бета-аланин, прибавила примерно 1 кг сухой массы, а группа, принимавшая плацебо – примерно 0,5 кг. Выводы из исследования. Цитата. Бета-аланин, по-видимому, обладает способностью повышать работоспособность и стимулировать рост мышечной массы за короткий промежуток времени у ранее тренированных спортсменов. Другие исследования, проведенные среди мужчин, занимающихся стягощениями, показали рост количества повторений на 22% выше у группы, принимавшей бета-аланин, чем у группы, принимавшей плацебо. При этом и средняя мощность дельта была выше у группы, принимавшей бета-аланин, по сравнению с группой плацебо. На самом деле, таких исследований было проведено достаточно много. И все они показывают, что прием бета-аланина дает результат даже в краткосрочной перспективе. И это одна из тех добавок, которые я сначала почувствовал сам, а уже потом начал искать про нее какие-то исследования. Принимал только перед тренировкой. И уже после первого приема очень хорошо почувствовал, что времени для отдыха между подходами мне нужно значительно меньше. А в каждом следующем подходе получается делать больше повторений. При этом максимумы в первых подходах не изменились. То есть, условно говоря, я не пожал больше. Предположим, жим был в 120 кг на 10 повторений. Во втором подходе уже 120 на 7-8 повторений. А в третьем 110 кг примерно на 9 повторений, условно. То есть вес в последнем подходе приходилось даже снижать. После приема бета-аланина я не пожал в первом подходе больше 10 раз. То есть сила не увеличилась. Но во втором и в третьем подходе 120 кг я пожал уже на 9-10 раз. При этом отдых между подходами занял меньше времени. Существенно вырос коэффициент полезного действия и продуктивность тренировки. И эту добавку я ставлю на одну ступень с креатином и габой. И она идеально подойдет не только спортсменам, которые занимаются с железом, но и борцам, боксерам и представителям каких-то единоборств. Рабочий бета-аланин, который я произвожу под своим брендом, вы можете заказать в нашем официальном интернет-магазине по ссылке в описании к этому ролику. Там же вы найдете другие спортивные добавки, которые целесообразно принимают для оптимизации своего питания и достижения максимального результата. Доставка по всей России. Также в описании есть ссылка на мой телеграм-канал, полноценные тренировочные курсы и базовая информация для новичков. Переходите и изучайте. А с вами был Александр Добромиль. Пока!